Всем привет, ребята! В этом влоге хочу продолжить тему обустройства квартиры, потому что после видео-тур по новой квартире, я смотрю, многим из вас стало интересно вообще, как мы обживаемся, что мы покупаем и тому подобное. Поэтому все, что, скажем так, в моих стилах, все, что я смогу, я обязательно буду снимать и делиться с вами. И если вам нравятся такие видео, то обязательно поставьте пальчик вверх, я буду знать, снимать ли мне такие видео дальше. И еще в этом видео я, возможно, вставлю какие-то отрывки, которые я сняла для влога отдельного, но почему-то я его не досняла, поэтому буду, скажем так, совмещать. Ну вот с того видео мы наконец-то поставили дверь на свой шкаф, у нас двери такие выдвижные, шкаф-купе мы сделали, и здесь я немного тоже у себя переделала. Возможно, некоторые кадры вы уже видели в видео мое утро, кто смотрел. Сюда я решила повесить какие-то кардиганы, джинсовые куртки, блузочки, рубашки и самое такое длинное платье, которое у меня есть, красное. И также я купила сюда вот такие вот белые вешалки из икеи. Решила взять просто чисто белые вешалки, без всяких там бантиков. Во-первых, те вешалки будут занимать очень много места, а так как у меня одежды довольно много, мне нужно, чтобы максимум сюда помещалось. Также изначально мы ставили вот эти вот три корзинки с этим ящиком на эту сторону, я решила переделать, потому что, когда я открываю дверь, мне хочется положить сюда либо сумочку, либо какие-то вещи. Выглядит, в общем, моя сторона шкафа вот так вот. Там вот сверху до сих пор лежит моя серебряная кнопка от Ютуба, и я еще ее никуда не пристроила, потом, чуть попозже это сделаю. И также еще я добавила сюда вот такую вот, я не знаю даже как это назвать, вешалку для аксессуаров. Какие-то кепочки, шарфики, там сумочка вот эта вот летняя, очки, какие-то ожерелья, всякие колье. В общем, выглядит вот так. Я еще сюда хотела сейчас повесить новые украшения, которые я покупала в Леди Коллекшн, и как раз сейчас их покажу вам. Вот он мой пакетик последних приобретений в Леди Коллекшн. В общем, что здесь такое? Вот эту кепку вы уже у меня могли видеть. Я не знаю, у меня просто нет слов, потому что она настолько классно смотрится. Я, когда ее увидела, решила, да, она мне нужна. К тому же, именно вот такой вот формы кепки мне идут больше всего. Там много было разных кепок, я почему-то решила выбрать именно вот такую вот. Кстати, давайте я присяду и вывалю, покажу все остальное. Взяла такой ободок, он достаточно простой и широкий. И я хочу сделать какой-нибудь ободок, знаете, своими руками, какие-нибудь цветочки сюда приклеить, возможно, стразы. Что у меня здесь? Это у меня чокер. Был он вот с этим чокером черным в комплекте. Я знаю, сейчас многие мне скажут, что чокеры уже не в моде, но мне лично понравился именно вот этот вот белый, потому что он достаточно необычно смотрится. А вот этот черный мне понравился, потому что он, знаете, такой в сеточку, как сейчас вот, модно колготки в сеточку. Я решила взять такой чокер. Дальше, значит, я решила взять вот такое вот колечко. Смотрите, как нежно и по-летнему. И еще там же в Lady Collection я взяла вот такую вот подвесочку. Она очень нежная такая. Кстати говоря, она корейского производства. Вот как она выглядит. Она не очень длинная и смотрится очень аккуратно. И так как мне часто нужны повязки всякие на голову, когда я там крашусь, умываюсь, я взяла вот такую черную и белую, классические. Это просто обычные повязки на голову. И взяла еще вот такую вот повязочку. Она тоже такая прикольная, знаете, в стиле таких домохозяев и в горошек. В общем, такие были мои приобретения последние. На прошлой неделе делала порядок на туалетном столике и пока разложила все вот так вот. Сюда в баночку я решила положить тоже свою косметику. Перешла сейчас на вот такой вот праймер. Очень хорошо подсвечивает. Жидкие помады. У них такой очень плотный и стойкий цвет, то с ними нужно быть очень аккуратно. Тени карандашей я пока что использую только коричневый. И четыре помадки от них, которые я использую практически каждый день. Кстати, если вам будет интересно посмотреть видео про мой туалетный столик поподробнее, про мою коллекцию косметики, то напишите мне об этом в комментариях. Я, возможно, сниму его в скором времени. Еще в Икеа я купила вот такой вот комод. Он абсолютно деревянный и ничем не покрыт. Я его взяла для того, чтобы покрасить по-своему. Возможно, сделать какой-то декор определенный. В общем, вот так вот он выглядит. Он не такой уж и большой. Что-нибудь туда в него сложу. Взяли еще вот такую вот микроволновку. Нам она, в принципе, нужна только, чтобы разморозить мясо и там разогреть, к примеру, тарелку супа. Больше мы ее никак не пользуемся. То есть, никакой гриль. Там нам не нужен дополнительные какие-то функции. Выполняю свою работу хорошо. И еще хотела показать вот такую вот хлебопечку. Она у нас уже до этого была, но я вам ее не показывала. То есть, хлеб мы печем сами. Не покупаем в магазине. Я покупаю только муку. И вот Вика, моя сестра, меня научила печь хлеб. Теперь я пеку здесь, пока она там в Корее. Вкусно очень получается. После этой хлебопечки магазинный хлеб как-то не хочется есть. Для Каролины тоже мы много чего взяли. Там и стульчиков, и столиков разных, всякой детской мебели. Но сейчас Каролина в той комнате спит, поэтому, скорее всего, я вам покажу это в другом видео. А пока хотела показать вам свою кровать, которую как раз-таки мы не могли найти в Икеи в одной. Поэтому ездили там в несколько Икеи сразу. Поэтому вот купили ее, и она теперь у нас здесь стоит. Ну, вы ее, в принципе, видели до этого видео. Просто я хотела вам показать ее поближе. Такая вот кровать. Мне она понравилась сразу, потому что, во-первых, у нее, знаете, такой необычный рисунок. Она не чисто белая, а вот здесь вот видно. Она, знаете, так как будто бы дерево покрашенное. Но на самом деле это, естественно, пленка сверху. Матрас мы взяли жесткий, и он беспружинный, и к нему пришлось некоторое время привыкать. Точно так же, как и к подушкам, потому что они сделаны из одного материала, и они с эффектом памяти. Подушка тоже жесткая. Там была еще средняя жесткость, но мне почему-то нравится именно в таком варианте. Вот видите, если положить там руку, голову, то подушка и матрас запоминают ваше тело. Это удобно, на самом деле. Конечно, если вы любите помягче, то этот вариант не для вас. Хотя из такого же материала есть и мягкие матрасы тоже. Насчет тумбочек прикроватных мы пока что еще не определились, какие нам конкретно здесь нужны. Поэтому пока поставили вот такую маленькую. А там вообще стоит табуретка моя. Постельный комплект я тоже взяла в Икеа. И достаточно популярный, скажем так. Шторы я взяла буквально вот недавно. Я их повесила, и мне еще предстоит их отпарить. Вот, мы взяли такого, знаете, бирюзового цвета, точнее мятного цвета морской волны. И мне очень нравится, потому что комната такая светлая, но при этом они очень хорошо защищают от солнца. При этом и ночью тоже ничего не видно, если при включенном свете. Это мой любимый цвет, поэтому я решила, что шторы будут у нас именно мятные. И еще я купила себе вот такое вот компьютерное кресло. Оно мне сразу понравилось. Во-первых, потому что оно, естественно, оно белого цвета. Оно очень огромное. То есть, если посмотреть по сравнению со столом, естественно, стол мы в скором времени хотим поменять. И уже купить второе кресло для Сержа. И вот это кресло для меня оказалось очень удобным, потому что я сама не высокого роста, и прям вот то, что нужно. Кстати говоря, хотела показать вам детскую фотографию Сержа. И хочу сказать, что Каролина здесь очень похожа на него. Надеюсь, что он не будет смотреть это видео и не узнает, что я показываю его детские фотографии. Под видео «Мой вечер» вы оставили очень много хороших комментариев обо мне, о Каролине, а вообще о моей семье, и за что я вам очень благодарна. Я читаю абсолютно все и ценю каждый ваш комментарий. Спасибо вам большое за то, что смотрите, за то, что комментируете. Всем привет! Сегодня решила снять влог. Покажу вам один из моих дней. Сейчас я иду делать брови, поэтому я накрасилась, но не нарисовала брови, потому что сейчас пойду, и мне их оформят. После этого мы хотели пойти на Красную площадь, погулять на Арбат, может быть. Ну, в общем, посмотрим. До этого была погодка хорошая, солнышко даже было. Так, сейчас солнышко ушло, и вроде как дождь собирает. Серж сегодня не поехал с нами, а Каролина осталась дома с бабушкой. Мы уже подошли на Столешников переулок. Здесь такая красота, уже весна. Сейчас ищем, где же наш салон. Такие брови мне сделали. Мне сделали брови, и мы вышли на улицу, а здесь очень сильный дождь. Как выглядят брови? Пока не очень привычно. Еще нужно будет смыть саму краску, но мне нравится. Вот какой идет дождик. Видите, прям ручей бежит. А у меня сейчас волосы станут как сопли. И плюс еще у меня брови, которые нельзя мочить. Вообще нужно займеть привычку брать с собой зонты, потому что зонтиков дома много. А я никогда их не беру, потому что обычно на машине. А сегодня своим ходом и вот так вот, такая вот подстава. Хорошо было бы, если бы, оп, вот видите, на меня капает. Хорошо было бы, если бы, как начался дождь, сразу бы выносили и продавали одноразовые зонты для тех, кто не взял, к примеру, зонт с утра из дома. Мы сейчас идем на Арбатскую, станцию метро. Там подберем еще одного человечка и потом пойдем гулять. Идем мы сейчас по Арбату. И нам нужно проехать без станции метро. Смотрите, какой идет град. Мы вообще приехали, надеялись, что не будет плохой погоды, потому что ничто не предвещало. Здесь аж целый град. И мы решили переждать, но град все сильнее и сильнее идет. Гляньте. Здесь около нас много людей, кто ждет, когда закончится град. Вот, смотрите. Обалдеть. Прям аж зимой запахло. Сегодня у нас на ужин будет куриный стейк. Вот сейчас замариновали мясо. Здесь лук, чеснок, соевый соус, лимонный сок, приправы различные, бадьян. Он придает такой очень пикантный вкус. Это куриное филе. И будем сейчас его готовить. И еще мы здесь начистили картошки. Ее мы будем запекать. Получится очень вкусно. Вот как выглядят стейки. Мы подложили фольгу, чтобы не брызгало в ваши стороны. Наша картошечка из духовки. А вот они кусочки стейка. Здесь несколько стейков мы завернули в фольгу, пока будем есть, чтобы они не остыли. И сейчас со свежими овощами будем это все есть. Ну и, в принципе, на этом я, наверное, закончу этот влог. В скором времени я сниму видео вопрос-ответ. Так что, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их внизу. И увидимся с вами в следующем видео. Пока!